А при ночам ролика хочу посмотреть на канал Хабибов, он снимает годный видосик, а именно ловля имущества, походы в казино, покатушки и не только. На его канале вышло новое видео, всем советую посмотреть. Почему? Потому что здесь проходит конкурс на 1 миллион. Подобная информация именно есть под этим видео. Ссылочка на его канал будет в описании. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсе и желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в каналочку на сервисе хрипплей, первый сервис, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте тьмыник при эстрации. Итак, сегодня мы посмотрим ловление, то есть, которое вышло сегодня, 3-го числа. Итак, добавили пару новых плюшек, но обнова не прям не вах, конечно, но такая себе, короче, обнова. Я сегодня вам подробно всё покажу и расскажу. Кстати, ввели обнову и сервис просто очень жутко лагает, онлайн сейчас почти 400. Я понимаю, что они там тестируют на пустом сервере это всё, но они должны учесть то, что при большом лайне жутко лагает. Надеюсь, они это исправят. Ну что ж, погнали. Итак, изменили немного интерфейс, то есть, теперь вот так выглядит автосалон, ну, интерфейс автосалона. Здесь добавили пункты пройти тест-драйв. Здесь вы можете арендовать просто машину, как бы, и пройти на ней тест-драйв. В принципе, я думаю, это всё понятно. Видите, как просто жутко сервер лагает. Вот, нажимаете пройти тест-драйв, и здесь вам высвечивается, типа, цвет светло-ру, розоватый, лиловый. Нихрена себе цвет. Вы действительно хотите провести тест-драйв, но я не буду арендовать машину, в принципе, я думаю, это так всё понятно. Просто вы добавили кнопку, немного обновили интерфейс в автосалоне. Погнали дальше. Также добавили парковку у Казино Южного. У Казино Южного, короче, добавили парковочку такую, чтобы вы могли парковать с машины, чтобы не происходило вот такого, например. Но всем, видимо, пока что это пофиг, но надеюсь, что, как и на дальнобойщиках, все будут парковать нормально машины свои, и не будет срача у входа. Также добавили то, что теперь каждые 20 минут закрываются шлагбауны и поднимается мост. И всем нужно ждать, пока всё это пройдёт. Это длится 3 минуты. Через 3 минуты вы спокойно сможете проехать в Южный, либо с Южного проехать, куда вам нужно дальше, в принципе, и так далее. Также из-за непопулярности убрали работу сантехника, и теперь вы можете подчинить свою сантехнику сами. Также добавили новое обновление. Это рыбалка. Наверное, самое лучшее, что добавили в этом обновлении. Что для этого нужно, чтобы порыбачить? Вы приезжаете, допустим, вот Рублёвка, короче. Вот все рыбачат вон там, вот, короче. Приезжаете и закупаетесь в 24 на 7. Кстати, это 24 на 7 нашей семьи. Можете, как бы, приезжать и закупаться. Смотрите, вы заходите. Вход бесплатный, если что. Ну, как бы, да. Вот, без нашей семьи заходите, короче. Я лучше так сделаю, потому что сервер лагает, и можно провалиться через текстуры. Ну, как я и говорил, в принципе, да. Вот, как влияют, пацаны, лаги сервера. Фух, так, меня заспавнили. Спасибо администратору Артём. Артём, короче, спасибо тебе большое. Меня заспавнили, я в особняке появился. Чтобы далеко, так сказать, не ехать. Потому что рыбалка находится рядом, вот, и особняков. Так, всё. Берём тогда Ямаху, тоже на Ямахе доедем, я думаю. И будет всё хорошо. Кто, кстати, хочет семью, то контакты все будут в описании под видео. Так, вот, наконец-то я зашёл, короче. Смотрите, заходим сюда. И выбираем здесь удочку. Если вы не рыбачили, то тоже надо на рыбаках, короче, качать скилл. Вот. Удочка вам доступна только вот эта сначала. Потом вы качаете скилл. Я не знаю, что каждая удочка даёт. Наверное, больше рыбы можно ловить. Либо ещё что-то. Ну, короче, вот так вот так. Покупаем удочку за 5 тысяч. И нужно купить ещё наживку. За 1500, короче. Вот, наживку покупаем. И можно ехать, в принципе, рыбачить. Так, что дальше мы делаем? Смотрите. Вы там садитесь, либо добегаете. Не знаю, что у вас там. За транспорт, короче. Вы едете прямо вот. И поворачиваете налево. И здесь есть пирс. Здесь вы можете рыбачить, короче. Видите, сколько там людей. Так. Привет. Давайте я проеду просто. Так, забьюсь и место вот здесь, например. Так, я не помню, как команда там. Fish, по-моему. Что-то такого. Так, давайте вот здесь становимся. Пишем команду Fish, по-моему. Да, вот. Начать рыбалку. Здесь вы можете почитать. Статистика ловли. Вот, всего. Рыба в рюкзаке. Так, можно садить только 5 килограмм. Я так понял, да? Готовы рыбы там и так далее. Вот. Да, видите, здесь есть скилл. Ваш текущий скилл. Один из... Точнее, два из тридцати. Чё? Я знаю, как ловить, если что. Так, Fish. Окей. Так, начать рыбалку. Так, вот. Всё, мы садимся и ждём. На самом деле, ловить рыбу очень трудно. Сейчас я отклинусь от стола немножко. Микрофон ещё у меня, наушники. Поэтому, да. И смотрите, короче, ждём, пока появится у нас нумпад. Подвигаем близко к себе мышку, потому что здесь очень надо быстро нажимать. И много клавиш. Поэтому, так. Что делать? Когда меня высвечивается, что делать? Так, всё, ждём, короче, пока. Вот так. Н нажимаем. Потом стрелочку нумпада. Обратно. Н. Потом обратно стрелочку нумпада. ПК. Так. Ф нажимаем. Н нажимаем. Так, вынудилось. Надо Ямаху отогнать, короче. Давайте отводим Ямаху, потому что она мешает. Так, давайте заднюю дадим. Так, всё. Всё, закрываем её и глушим. Так, погнали, ещё раз попробуем. Так, продолжаем, короче, так. Фиш. По-моему, я уже ловлю, типа, рыбу или чё? Так, мне вот, начать ловить рыбу. Да, я уже ловлю рыбу, у меня что-то сбилось. Ну ладно. Будем ждать, пока нам обратно выставится эта панелька. Ну блин, это очень трудно ловить рыбу. Ну здесь людей много. Так, вот, F нажимаем. Нажимаем кнопочку. Так, ПКМ. ПКМ. Н. Ф. Так, нажимаем вот так вот. Ещё раз. Н. Так, вот, выставили рыбу. Вы поймали горбуша. Горбуша, короче, мы поймали. Но я думаю смысла дальше вам показывать нету. Всё то же самое происходит. Вот, надо нажимать клавиши, какие он показывает. То есть, вы используете полностью, почти всю критику и мышку. Это надо быстро делать. Быстро, короче, нажимать правильно. И тогда вы поймаете рыбу. Ну, теперь поехали, покажу, где эту рыбу продавать. Ну, и потом вы нажимаете закончить рыбалку. И всё. Поэтому, как-то вот так вот. Закупиться, повторюсь, вы можете в нашем бизнесе семейном. Он находится вон там вот. Сейчас покажу вам. Вот. Вон там вот находится возле шара. Рядом. Поэтому можете там закупаться, в принципе. Так, рыбу вы можете продать вот здесь. Возле военной базы в Батырево. Вот, едете. И вон там, видите, чекпоинт, короче. Это чекпоинт. И здесь вы можете продать свою рыбу. Вот. У нас, я не помню, сколько килограммов. Ну, так, давайте. 1,3 килограмма, короче, мы выбили. Давайте напишем. Так, продать рыбу. 1,3. 1 килограмм напишем. Всего лишь можно продавать 1 килограмм, короче. Поэтому, если у вас есть 1,3 килограмма, это ничего не значит. Вот здесь, короче, можете продать рыбу, либо купить вообще рыбу. Хотя, я не знаю, зачем вам рыба. В принципе, ее можно вроде бы как жарить, но я не понимаю, как это делается. Информацию о ценах вы можете вот посмотреть. Текущая цена продажи рыбы 264. А покупка рыбы в 2 раза дороже получается. Ну, короче, как-то так. Вот. Давайте на карте покажу. Вот здесь, короче. Вот здесь ПЧ, вот СТО. И вот здесь вы можете продавать, короче, рыбу. Я думаю, это всем будет понятно. Погнали дальше. Теперь на спауне стоят не только скутеры, но и велики. То есть, скутер-велик, скутер-велик. Вот так чередуются. Я не знаю, зачем это добавили. Потому что я видел голосование. И все голосовали за то, чтобы просто оставили скутер. Но они решили, типа, сделать 50 на 50. То есть, оставить и велик, и скутер. Ну, как по мне, лучше бы просто скутеры были, и все. Также добавили такое обновление, как вам придется будет есть. Короче, если вы будете есть, у вас будет жажда и так далее. У вас будет шатать камеру. И уходить будет хп. Поэтому нужно будет, обязательно, постоянно кушать. Наверное, каждые 10 минут надо будет есть. Пить, чтобы не уходило хп. И чтобы у вас при езде не шаталась камера. Также добавили новую систему ответов и жалоб. То есть, если вы написали жалобу, либо вопрос. Пока админ вам не ответит, вы не сможете написать еще раз. Как по мне, это такое себе на самом деле. Если, например, читер, либо еще что-то, и вы не сможете написать два раза. Это будет довольно-таки проблематично. Но, в принципе, хз. Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Минуточку внимания. Хочу поставить бизнес моего друга. Его бизнес – это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко. Он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS. Шестой раздел. Листаем. Двадцать седьмой бизнес. Вот. Спортзал Качок Петушок. Здесь вы можете изучить разные стили боя. А именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них – это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный. Приходите и тренируйтесь. Также там добавили новые команды для админов, чтобы помогать игрокам и так далее. Подробно вы можете почитать в свободной группе. Потому что в официальной группе почему-то я поста не видел. А был в свободной группе, но в свободной группе у меня, в принципе, банно всегда. Причина хейтер, в скобочках, да. И поэтому я не смог посмотреть. Но мне скинули ссылку. Я вот посмотрел и рассказал вам все, что запомнил. Ну, больше всего мне понравилась, наверное, рыбалка. Вот. Рыбалка – это интересно. Будет чем заняться на сервере, в принципе. Можно там будет качать скилл. И тем самым зарабатывать деньги, покупать удочку дороже. И, возможно, ловить больше рыбы. Типа, либо быстрее ловить рыбу, либо проще. Я так и не понял. Пишите, что вам понравилось. Но, как по мне, такая себе. Вот эта система репортов мне не понравилась. Система еды. Типа, вам нужно постоянно есть. У вас постоянно хп уходит. Видите, у меня вот хп постоянно уходит. Постоянам пишутся. Просто через каждые 5 минут пишут, типа, что вы хотите есть. Хотя вы поели, вам обратно через 5 минут пишут, что вы хотите есть, пить и так далее. Поэтому, я не знаю. Мне это не очень нравится. Вот, кстати, видите, мост поднят. В принципе, вы можете это наблюдать. Давайте, не знаю, может, попробуем перелететь его. А, кстати, вот он опускается. Мы можем спокойно, я думаю, проехать. Вот так вот. И поехать спокойно дальше. Поэтому на Ямахе будет довольно-таки удобно так делать. Я даже чип не поджимал. Поэтому мы все равно сможем проехать. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok